Музей-заповедник Пустозерск подготовят к празднику. В преддверии дня Пустозерска группа волонтёров отправится в полевой лагерь в места основания первого города в Заполярье. Десять студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума и Ненецкого профучилища приведут в порядок территорию музея. Это уже не первый опыт волонтёрства строя отрядов. В 2015 году 15 студентов помогли благоустроить территорию заповедника Ненецкий. Студент социально-гуманитарного колледжа Максим Ахнаткин выбрал для себя профессию программиста, но открыт для всего нового и интересного. С большим восхищением он вспоминает свою первую поездку в волонтёрский лагерь в прошлом году. На раскопках ему удалось обнаружить древний топор, возраст которого устанавливается учёными. Интересно жить в палатках на природе, вдали от цивилизации. Узнал, как археология, как раскопки ведутся. Узнал, как примерно дату находкам дают, как по слоям узнают. От нынешней поездки студенты ждут не меньших впечатлений. Волонтёрам расскажут об основах геоботанического описания ландшафтов, проведении археологических исследований. Для улучшения туристической среды ребята изготовят навигационные таблички в рамках проекта «Древними дорогами Пустозерия». Но самая главная задача волонтёрского отряда – привести в порядок территорию историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск». Планируются четыре точки для размещения нашего лагеря. Это территория городища на реке Гнилке, то есть в районе двух километров от Пустозерска. Потом территория, прилегающая к Пустозерскому городищу. Территория, находящаяся недалеко от деревни Устья, само собой, именно на этой точке и планируется подготовка к предстоящему празднованию Дня Пустозерска, само собой, с подготовкой деревни к празднованию Дня Пустозерска. И последняя точка – это Югорская сопка. К лагерю организаторы готовятся основательно. Помимо личных вещей и еды, необходимо взять электрогенератор, GPS-навигатор и портативную метеостанцию. С помощью прибора ребята будут проводить метеонаблюдение. Все данные с помощью ноутбука три раза в неделю будут передаваться в музей. Полный комплект оборудования и оснащения позволит в полной мере подготовить музей-заповедник, встречи гостей из других регионов. Ежегодно они приезжают на празднование Дня Пустозерска 10 сентября. Это будет большой съезжий праздник. Приглашены коллективы Нижепечурия. Уже подтвердили участие свое коллективы из Великовисочного, из Оксина. Конечно же, это Тельвийска. Там запланирована будет и экскурсионная программа. Мы хотим подготовить и открыть выставку по истории деревни Устья и по истории Пустозерска. Будет организована торговля, будет организовано выступление творческих коллективов, катание на Карбасе. У музея-заповедника Пустозерск богатый опыт проведения лагерей в полевых условиях. Начиная с 1996 года, в летнее время проводились эколого-краеведческие и волонтерские лагеря. В 2014 году на базе музея проходили практику наринмарские студенты и их сверстники из САФУ. Стройотряды формируются в Ненецком округе с 2012 года и финансируются за счет госпрограммы «Молодежь НАУ». Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...